Всем привет! Света Гагарина, привет! Галина Брюханова, привет! Так здорово, можно всех по фамилиям назвать. Катюшка Осовского, привет! Елена Шейна, привет! Лилия Донского, привет! Наталья Варгина, конечно, меня слышно! Я могу даже звук прибавить. Как же меня еще не слышно-то? Плюсики ставьте, кто меня слышит. Наталья Варгина, привет! Олеся Бахмутова и Худякова Катя, привет всем! Отлично! Девчонки, сейчас еще чуть-чуть, и слайды вроде как грузятся. Я так вроде со всеми персонально поздоровалась. Пишите, как у вас дела. Ага, да. Я теперь все, успеваю. Кто рано встает, тому Бог подает. Надо вставать рано. Вот единственное, что у нас сегодня интернет подвел. Так, что получилось вроде бы? Есть, слайды у нас есть. Так, смотрим, что у нас получилось. Ой, какой большой экран! У меня дома экран намного меньше. Все, здорово! Так, всем привет! А, ну две минуты еще осталось. Давайте еще в неформальной обстановке пообщаемся. Люба, ну, так, привет, помаши ручкой. Ну, ты же здесь, иди сюда. Давайте поздравим нашу... Какая-то не с той стороны, да? Давайте поздравим смайликами, аплодисменты. Она на коленочке встала. Нашу новую девяточку, Любу Бутяйкину. Так здорово, что она здесь у нас помещается в экран. Я так сижу у нее в гостях, потому что... Центра нарядная, ну да, конечно. Только от яльки прибежала. Да, менеджер, да, менеджер 9%. Буду учиться проводить планерки онлайн. Какой хороший мне педагог сегодня пришел. Вот каких спонсоров надо иметь. Пришла, научила, наглядно показала. Не через интернет. Пойду чайник ставить. Давай. Так, ну что, вот на компьютере у меня еще времени мало. А здесь уже без одной минуты. Кто подскажет, сколько точное время? У кого в каком городе? Может, еще народ потянется? И мы начнем, начнем. Я думаю, что многие уже в интернете, без трех минут, мы еще подождем. Многие в интернете уже, наверное, видели много фото с этой офлайн-встречи. Я уже видела, что в одноклассниках у девчонок загружены, прямо видно скопированные у Кукушовых, наверное, эти фотки. Я их еще сама не все докопировала вчера, случайно увидела, уже поздно вечером. Вот. Сейчас мы на эту тему поговорим по поводу оформления аккаунта, что нет ничего страшного, да, копируйте фотки, вставляйте. Вот такую вы видите на заставочке потрясающее фото, которое придумал Витя Кукушов. Говорит, там такая была в гостиной офигительная люстра, просто вот то, что у нас над головой, это вот эта люстра. Вот. И думали, как же ее вообще, как сделать фото, чтобы она... Кто-нибудь на запись поставьте, потому что у Любы нет камтазии пока еще. Плюсики поставьте, кто сможет записать. Все, у меня вот по Москве уже 10.00, и сейчас, наверное, нужно будет начинать. Я надеюсь, все зашли, кому интересно было. Ага, ну ничего страшного. Вот. Я вчера, наконец-то, посмотрела фотки хотя бы у себя с этого, как его называют, с фотоаппарата. Вот, ребят, знаете, что я поняла? Когда выезжаешь на такие встречи, наверное, лучше иметь какой-то один хороший гаджет, потому что я была лично увешана вся этими гаджетами, как вот мы просто смеялись с девчонками, там вот с командой Кукушовых, с продвижением. По поводу кучи гаджетов у меня был тяжелый фотоаппарат, с собой экшн-камера с селфи-палкой, плюс еще телефон. Вот. Было много споров, какой телефон, у кого лучше. Вот. Кукушовы настаивают, что лучше айфон. И лучше других телефонов. Нет, может быть, они и правы, потому что я не могу спорить, потому что у меня не было айфона. Мне нравится, например, мой андроид. Но выбирайте, наверное, гаджеты, которые проще. Ну, как бы один гаджет лучше на все, потому что вот можно сделать качественные фотки с одного же гаджета. В общем, я присматривалась к команде, с которыми была команда Кукушовыми, бизнес онлайн, команда продвижения. Вот здесь вот на фотке вы видите женщину, которая из команды продвижения, Людмила Петрова. Что-то у нас звонит такое. Я отвечу. Я перезвоню. Вот. Людмила Петрова – потрясающая женщина. Вчера Анна Васильева проводила вебинар в своей команде и говорила про то, что возраст не предел, и после 50 можно строить бизнес. На эту встречу попали самые, наверное, можно сказать, самые продвинутые. Ребят, просто это была потрясающая встреча. Сейчас я буду про нее рассказывать. Еще раз давайте поздороваемся все. Смайлики в чате. Всем привет. Кто у нас присоединился? Вроде бы все. А, Елена еще у нас присоединилась. Всем привет, привет. Привет, Анастасия. Меня зовут Ольга Мальцева. Я директор компании «Арифлейм». Я в компании не очень давно, можно так сказать. Мой путь был не очень легкий, то, что я достигла. Да, ну, как бы, знаете, мне кажется, легких путей вообще в успехе не бывает. Бывает, нужно пройти через многое. Многое преодолеть нужно. Вот, но вот мой путь был таков, да, я три раза открывала квалификацию директора, вот, наконец-то это достигла, и дальше только вперед, потому что все только начинается. Это девиз 2016 года, который везде говорится на всех оффлайн мероприятиях. Так, ну, кто еще присоединился про фотку, которую офигительную придумал Витя, мы сделали на фоне люстры. Вот, еще есть фото, где мы соединились вот так вот все руками. Вообще потрясающее фото. Я вообще думаю, прям вот готовый логотип команды онлайн. Вот, в основном все, кто был на этой бизнес-встрече, в основном все были онлайнщики. Я в Вайбере девчонкам так вот маленькие такие кусочки присылала видео, где, когда был свободный момент, все онлайнщики сидели с своими гаджетами и все были в работе. Я сейчас не говорю про рекрутирование. Рекрутирование, да, можно само собой в любом месте, где вы только можете заниматься рекрутированием, да, даже не имея компьютера. Вот мы года три назад говорили, работать онлайн нужно обязательно, компьютер хороший. Ребят, сейчас времена изменились вообще, и сейчас кто быстро двигается, да, кто более коммуникабелен, то есть у кого вся команда с собой, да, у себя вот в кармане, как говорится, всегда онлайн. Девчонки сидели в чатах и работали со своей командой. Неудобно писать, в основном работают голосом, то есть записывают вот эти вот маленькие, да, записывают вот эти вот маленькие голосовые сообщения, в основном общаются голосом, ребят. Показывают, что мы вот, вот живые мы, и с новичками, и с командой. Я уже забыла, что слайды надо переключать. Вот, то есть бизнес-завтрак проходил в такой вот, ребята, обстановке, мы приехали в отель, потрясающий, ну, понятно, да, если есть такая крустальная люстра, там все было в таком стиле, даже, как это сказать, ну, какой благородный такой стиль, можно так сказать, соответственно, был у нас соответствующий дресс-код. Вот, мы все очень, ну, такие все были красивые, потрясающие. Вот, и вот свой взгляд, что я хочу сказать, что, чтобы попасть на такое мероприятие, ребят, нужно показывать рост, да, компания все делает для того, чтобы показывать этот рост. дает направление, да, например, возьмите квалификацию на Болгарию. Вы четко здесь знаете, что вам нужно делать. Фонит мой телефон, так. Четко должны знать, что вам нужно, какой нужен прирост, да, сколько нужно рекрутов, сколько нужно Q-рекрутов. То есть, расписанный план готовый, вам ничего не нужно придумывать. Компания все за вас придумала. Ребят, компания намного изменилась сейчас. Если взять компанию Арифлейм лет 10 назад, да, ну, даже лет 5 назад, ребят, таких возможностей в компании не было. Мы работали, то есть, я росла, я выросла за год до звания старший менеджер. Ребят, если бы я в то время выросла, росла, да, я бы, наверное, уже поехала и в Египет, и в все бы собрала, все поездки, все денежные премии, которые сейчас дает компания менеджерам. Ребят, вот вы пришли с нуля, растите, показывайте. На самом деле все очень просто. Приглашайте своих знакомых, рассказывайте им о возможности. Вот мне нравится, Люба делает. Как приглашает знакомых сначала, сразу показывает, что можно сделать 50 баллов, как бы попробовать войти, да, в следующем каталоге доделать 50 баллов. Это уже будет первый шаг. Дальше вы можете пригласить знакомых, то же самое им объяснить и сделать три кюрекрута. И уже быть на одну ступеньку на море отдыхать в Болгарии. Вот, мы раньше работали за сумки, за бижутерию, за флешки. Ребят, подумайте, что сейчас для вас сделала компания. Такие поездки. Вот на этой поездке в Воронеже, это достаточно крупный филиал. Из всего филиала нас было, вот честно, я не знаю, но нас было, я меряю лимузинами, нас было два лимузина, так сказать. Были уровни от старшего менеджера до исполнительных директоров. Представляете, я сидела, оказывается, рядом с исполнительными директорами. Ребят, простые люди, ну, женщины седьмой десяток, да, я просто не знала, да, что они исполнительные директора, очень простые. Мы сидели, общались. Просто когда уже нас астмы представляли, они встали, и я услышала, что это исполнительные директора. Просто я была в таком небольшом шоке. Мы сидели, да, рядом, за столом, рядом с руководством. То есть меня посадили между исполнительными директорами и руководством. То есть там не было такого, что там где-то сидели, например, в сторонке директора простые, да, а где-то сидели исполнительные. Нет, все было достаточно так вот обоюдно, не было никаких разделений, все было круто. Вот, выступало руководство компании, благодарили нас за нашу работу. Ребят, наверное, ни в одном, ни на одной работе нигде так не будут расхваливать, ну, не то что расхваливать, так уважать. Ребят, я помню, когда я училась в школе, я немножко не любила учиться в школе, из-за того, что, ну, из-за отношения к себе, да, ну, как бы, у меня в школе было так, что учителя не очень хорошо, как бы, относились, то есть принижали вообще как личность человека. Когда я пошла учиться в лицей, все изменилось, мне хотелось учиться, потому что учителя меня называли на «вы», для меня это было что-то такое, нечто, да. И сейчас, потом было сравнение, я работала на наемной работе. Ребят, на наемной работе я тоже себя чувствовала точно так же, как в школе. Я, как бы, немножко была на руководящей работе и общалась с начальством, и тоже так же посещала планерки, например, раз в неделю. Ребят, для меня это был каждый раз стресс, просто стресс, потому что на планерке мы шли за, ну, не за похвалой, да. Вот, и как я вижу себя здесь? Здесь руководство консультантов просто носит на руках, делает все вообще для нас, чтобы все условия создать, чтобы мы работали. Приглашает на такие потрясающие, да, за люлями ходили, вот, а здесь на такие мероприятия приглашает, да. Люди приехали только что с Сочи, люди приехали только что с Кипра, вот, попали на такой замечательный бизнес-завтрак в Воронеже. Ребят, и все это один уровень, что на Кипре, что в Сочи, что в Воронеже, это абсолютно один уровень, это пятизвездочные отели, это рестораны, все на высшем уровне. Просто, я не знаю, я когда поехала, вышла из лимузина, мы вышли на красную дорожку, нас встречала толпа людей. И, знаете, я, честно, я не знала, как себя вести, потому что у меня такое первый раз. Я себя чувствовала, вот, знаете, как золушка на балуну каком-то. Просто как будто я откуда-то пришла из какой-то деревни, да, вот, и попала в такое вот, ну, не знаю, да, что-то типа Голливуда. Ребят, я потом сидела, смотрела, как выходила Света Винокурова на сцену. Она выходила со слезами на сцену, благодарить своего спонсора, что она ее нашла онлайн. Вот, ребята, у меня тоже слезы, аж даже появились на глазах. Это просто невозможно было смотреть без эмоций. Вот, и вот мой взгляд на все происходящее, на те команды, которые там были. То есть я была, знаете, таким наблюдателем, потому что я была одна из нашей команды. Вот, и там была огромная команда Кукушовых. То есть большая делегация была из Саратова, соответственно. Ребят, я просто за ними наблюдала. Почему такой у людей успех, да, мы успешны, а вот, да, есть команды еще более успешны. Ребят, во-первых, это позитив всегда. Девчонки, мальчишки, вдруг они, например, смотрят у кого-то день рождения. Ребят, они сразу быстро сообразили. А давайте сейчас быстренько запишем видео. Вот, я такая не стала теряться. Я со всеми с ними. Ну, как бы они родные для нас. Мы вместе начинали наш проект. Вот, я везде с ними. Я везде участвовала в этих поздравлениях, во всех видео. Вот, старалась со всеми с ними сфотографироваться. Ну, как одна большая команда. Вот, и мы записали видео такое, что поздравляем тебя с днем рождения. Вот, они потом решили, а давайте, например, в чатах, у кого день рождения, мы это видео потом будем дублировать. В общем, понимаете, работает мозг моментально. Вот, потом Яна Бельская говорит, слушайте, а у меня есть программа с барсучим голосом. Слушайте, а давайте запишем это поздравление еще барсучим голосом. Вышли на улицу. Этот барсучий голос. Мы просто так ржали, это так позитивно все. Вот, поэтому, знаете, быть в движении всегда, быть всегда на виду. Быть всегда на виду. Не то, чтобы там, да, быстренько там записать голос и, как бы, девчонки, вот чумитесь просто в интернете, просто. Вот, кукушевых команд, они просто чумовые, просто чумятся. Вот, и они всегда онлайн. Вот, тут еще, да, вот, как я уже говорила, произошел такой небольшой спор, какой телефон лучше. Вроде, я посмотрела, например, провела какой-то мониторинг вот этих вот гаджетов, да, гаджетов. И посмотрела по характеристикам там, где какая-то камера какая-то получше, да, где батарея лучше держит. Говорят, на самом деле, если человек уже все измерил, он говорит, лучше айфона нет. Ну, я как бы, ну, так бы, сомневалась, да, но если бриллиантовые директора говорят, говорят, у меня был там, например, андроид и айфон, говорят, вот сравнивать, да, айфон лучше. Я не могу ничего сказать, потому что я не пробовала. Вот, ну, вот, люди говорят так, может быть, я, да, прислушиваться стоит. Вот, и так, как я говорю, у меня была куча гаджетов, это было не очень удобно, потому что на мероприятии после бизнес-завтрака, после лимузина мы поехали в дворец на большую встречу, на мега-форум. И, ребят, мы постоянно вставали, хлопали, то есть мы не сидели. Ребят, постоянно вот эти гаджеты нужно было куда-то перекладывать, все-таки с техникой нужно быть осторожным. И я поняла, что нужен один хороший гаджет. Вот, на селфи-палке повесил, и все, и будешь всегда онлайн, и будешь постоянно с командой. Вот, и будет все абсолютно классно. Вот, телефон, Люк, играй, не можешь взять? Вот, вы видите на фотках вот эту красную дорожку, мы приехали, где нас встречали. Вот, может быть, что он там не тормозит или что-то такое. Вот, поэтому, ребята, Магнус был, конечно, ребят, Магнус был. Он, правда, картонный, но это был Магнус, как видите. Вот, потрясающее было оформление зала в Воронеже. Мы также были на встрече в Саратове, ребят, у нас на встрече в Саратове так было все уютно. У нас был вот этот вот фонтан шоколадный, да, вот эти фрукты макали, у нас был скрипач. Вот, а здесь было, конечно, более масштабное мероприятие, там были мыльные пузыри, там была куча детей. То есть очень большой зал, вот, ну, как я уже говорила, что нужно, чтобы попасть на это мероприятие. Ребят, работать надо, работать, в темпе работать, в креативе работать, выполнять все квалификации, которые компания говорит. Она не просто так компания делает, например, Болгарию, да, ну, что, Болгария. Ребят, Болгария – это ваш рост. Не выполняя Болгарию, роста нет. Удваивайтесь, потому что если компания говорит сделать три кью-рекрута, то в вашей команде люди тоже захотят в Болгарию. И вы, естественно, сделаете квалификацию больше. Вот, мне кажется, вот у меня на Сочи было более ста кью-шек, вот, и я даже не представляла, что я их могу сделать. Вот, но на самом деле оказалось это, в принципе, легко. Так, и, конечно же, компания сейчас такие подарки дарит. Вот, я говорила уже, это не сумки, не флешки, не какие-то там палитры для лица, да, это все можно купить, это все мелочи, ребят, путевки, поездки, где вы получите такой адреналин. Это не то, чтобы там просто самостоятельно съездить и потратить свои же деньги. Ребят, здесь все абсолютно бесплатно. Вот, поэтому удваивайтесь, составляйте план на каталог, составляйте план на год, обязательно все это запишите на бумаге. Я рекомендую вам прочитать книгу Даде, которая называется «Бизнес-трафарет». Ну, в чате, наверное, надо скинуть вообще, да, Лиль, может быть, ты скидывала все книги, которые я скопировала из чата, из директорского. Вот, у меня муж совсем недавно прочитал, ну, как недавно, вот когда я приехала из Воронежа, мы ложились спать и ночью он у меня попросил, вот как-то, я не знаю, как-то разговор зашел, он мне попросил книгу вот эту Даде, я ему дала, ребят, он вечером при ужине мне говорит, что я ее уже, говорит, прочитал, вот, прочитал и начал меня немножко дессировать, вот. То, что все цели, вот вы из этой книги узнаете, у вас повернется мышление немножко, да, голова немножко у вас поменяется, потому что в этой книге собрано из разных книг, и Киосаки там, и Подсознание может все, то есть, да, вы можете прочитать много книг, но вначале, да, можно прочитать вот это вот краткое собрание, которое поможет в вашем развитии. Вот, и что все планы нужно обязательно записывать на бумагу, продублируйте. Девчонки, скинем в чате эту ссылку, она есть у меня. Вот, все планы записывайте на год, потому что что будет с вами, представьте, помечтайте, что будет с вами через год, что может с вами быть через 5 лет, и что может с вами быть через 10 лет, помечтайте, полезно мечтать, потому что ваши мечты, да, приводят к вас, то есть, мечта, она не то, чтобы вот как вот воздушное облако, это так может думают бедные люди, а что мечтать, да, это все как бы нереально. На самом деле, ребят, это все мифы, да, мечтайте и ставьте себе такие грандиозные цели. Я думаю всегда, за что мне вселенная дала Ари Флэйн. Ребят, я вообще все детство, всю юность свою, я всегда мечтала, я мечтала, что я буду жить хорошо, я буду жить отлично, я буду жить супер, что у меня будет отличная семья, у меня будет, ну не знаю, у меня картинка вот эта вот всегда была в голове, всегда, понимаете, видно вот так вот, неспроста появился в моей жизни в трудную минуту Ари Флэйн. Все, кто знает, да, историю моего прихода, что у меня была ситуация между жизнью и смертью, просто в больнице, я либо дальше, да, буду продолжать жить, как бы у меня было новое день рождения, и вот в этот момент у меня в жизни появился Ари Флэйн. Вот, наверное, не просто так получается в жизни. И у каждого из вас, я думаю, этот шанс, да, не просто так появился в жизни. Поэтому, если вы его уже рассмотрели, эту возможность, поэтому продолжайте двигаться в этом направлении. И будьте такие вот креативны. И вот у меня фотка не очень хорошо получилась около лимузина, она была совсем темной, я ее кое-как сегодня высветлила. Вот, ребят, правда, будьте классными, читайте книги по бизнесу, анализируйте рынок. Ребят, не стойте на месте. Если что-то не получается, следите за успешными людьми, учитесь у успешных людей, будете успешны, общайтесь с богатыми людьми, вы будете богатые. Будьте всегда на связи, будьте коммуникабельны. Ребят, если вас на несколько минут, вы пропадаете куда-то, да, вас уже, считай, нет, вы работаете онлайн, вы работаете на расстоянии со своими людьми. Будьте в чатах, ребят, будьте постоянно в чатах. Ну, как бы у всех, у каждого есть возможность быть в чатах с помощью мобильного телефона. Не у каждого есть возможность быть постоянно в компьютере. Вот, и, конечно же, научитесь улыбаться. Вот, я помню, когда я пришла в компанию, Марина Козикина мне постоянно говорит, ну, когда ты научишься улыбаться? Ребят, ну, просто раньше жизнь такая была. Ну, чему улыбаться, когда ты работаешь на наемной работе? Приходили на работу каждый день, не до улыбок было просто. Вот. А здесь, я не знаю, просто утром лицо растягивается от того, что жизнь прекрасна, ребят. Просто жизнь прекрасна, и что у нас есть такие возможности. Вот. И вот на сцену в этом году выходило просто, просто в Эрифлейм сейчас просто такой бум, просто бум этих менеджеров. И многие еще просто не могли приехать, потому что много лидеров из Саратовского региона. Ребят, просто я такого никогда не видела. Почти весь зал выходил на сцену. Я хотела еще сказать, что очень много отзывов в социальных сетях, в Скайпе у нас, в директорском чате, об этих мероприятиях. Ребят, люди просто в восторге от того, что компания провела эти оффлайн-мероприятия. Может быть, просто онлайнщиков сейчас много, и мы все соскучились по этим встречам. Просто, не знаю, я очень рада за своего менеджера, за Любу Бутяйкину, что они с супругом, с маленькой, полтора-месячной доченькой приехали тоже на такую же встречу. Вот. И что муж Любы тоже заразился этой работой. Вот. Девчонки, рекрутируйте. Я хочу сказать, что приглашайте свой теплый рынок. Почему сейчас начало возрождение Саратова в Арифлее? Потому что огромная есть команда Кукушовых, которые поставили себе цель возродить Саратов. Вот. И начали приглашать знакомых. У меня сейчас тоже есть цель возродить структуры свои и приумножить в базарном Карбулаке. Потому что изначально у меня была такая цель. Я зарегистрировалась в компанию Арифлеем. В базарном Карбулаке не было Арифлеем. Не было СПО. Не было доставки. И, да, такие вот трудности были на пути. Ну, как бы, знаете, другой бы сказал, ну, нету, нет СПО. Как, что делать? Ну, не знаю, не буду, да, делать. Да это невозможно. У меня таких не было мыслей. У меня было сразу направление, что в базарном Карбулаке будет СПО. В базарном Карбулаке будет СПО. И, конечно же, мне жалко было моих спонсоров, которые почти целый год таскали коробки на себе. Огромное спасибо им, что помогали нам выстраивать структуру. Вот, да, это очень тяжелый труд был, очень тяжелые коробки. Вот, но благодаря команде мы росли. Благодаря нашему желанию мы росли. Ребят, я вот здесь вот напоследок на путь тебе написала. Ребят, будьте всегда онлайн. Потому что мы работаем удаленно с вами, да, мы работаем, все живем в разных городах. Вот, онлайн мы можем работать. Мы можем встречаться оффлайн на потрясающих встречах, которые устраивает компания. Имейте чаты во всех социальных сетях, которые только могут быть. Если вы какие-то социальные сети не знаете, узнайте, ребят, узнайте. Есть Google, который знает абсолютно все. Подберите себе выгодные тарифы для связи, вот, чтобы можно было голосом общаться с любым городом. Загружайте в социальные сети каждый день новые фотографии. Ребят, это не трудно. Попросите сделать вам фотосессию ваших, ну, кого-то со знакомых. Если у вас в городе устраиваются мероприятия, ребят, узнайте об этих мероприятиях, летите на эти мероприятия и делайте там фото, чтобы выкладывать. У меня в этом году просто 60 гигабайт фото, которые можно выкладывать и выкладывать и выкладывать. Потому что у меня вот в этом году есть фото с банкета, есть фото с Сочи, есть фото с Абхазии, есть фото с Саратова с мероприятия и с Воронежа. Просто я их кучами не выкладываю, а просто по чуть-чуть, да. И мои знакомые постоянно за мной следят. И что началось, ребят? Началось брендирование себя и начались регистрации автоматом. То есть каждый день почти приходит одна регистрация по теплому рынку, люди следят за мной. Сейчас, секундочку. Можно водички чуть-чуть? Вот, люди следят за мной. И, ребят, просто, если пока нет своих фоток, чередуйте свою фоточку какую-то, сделайте красивую, да, где-то с ребеночком, такую мимимишную, например, и добавляйте каждый день по 2-3 фотки с командой. У Лилии есть много фотографий. С конференций у Миши. Да и вообще просто зайдите к любому лидеру. Арифлейм накопируйте фоток. Вот вчера у Алены Антипиной видела все кукушевские фото. Альбом под названием «Встреча он офлайн». Вот поэтому Алена Антипина молодец. Делайте точно так же. И обновляйте свою ленту. И постепенно у вас будет потом, вы будете сами появляться на этих мероприятиях. Потому что мысли, они материальны. Если вы хотите там быть, вы будете там. Вот, и будьте публичным человеком. Вот, ребят, у меня все. Я не знаю, сколько время. Точно. 10.30. Не буду больше вас задерживать. Всех желаю. Всех люблю. Желаю всем огромных успехов. И, ребят, за работу. Все, всем пока. Лиль, если, может быть, кто-то хочет микрофон взять. Всем спасибо, что пришли. Ага, я читаю чат. Спасибо всем. Я надеюсь, вам было интересно узнать. Ребят, применяйте все сразу. Все, что новое. Все идеи, которые в голову у вас приходят. Сразу старайтесь их воплощать. Не стесняйтесь, не бойтесь, что вас кто-то осудит. Ребят, я просто про себя думаю. У меня столько идей в голове. И бывает, я смотрю, что вот эти идеи, которые у меня были в голове, но я постеснялась их воплотить или еще что-то. Не думайте, что вас кто-то осудит. Что-то у вас, может быть, не так пойдет. Записывайте много видео. Вот, ничего страшного. Мастерство, оно у вас появится чуть позже, если вы будете это делать. Все, всем огромное спасибо. И я отключаюсь. Мы пойдем чай пить. Да? Мы идем чай пить. Всем пока. Как буду включиться. Спасибо. Спасибо.